Белгородская, Брянская и Курская областями The Guardian. Решение принято. Британия дает санкцию на удары ракетами Storm Shadow по российской территории. Список возможных целей Зеленский передал Блинкину. Байден ждет Стармера завтра, но публично сообщат позже. Группа влиятельных конгрессменов-республиканцев просит Байдена не затягивать и снять все ограничения. Лавров. Решение принято давно, сейчас его пытаются оформить. Медведев остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости. Конец цитаты. США выделят Украине 717 миллионов долларов на восстановление энергосистемы и поставят дополнительные системы ПВО. Британия перечислит 600 миллионов фунтов, а Литва – 10 миллионов евро. Блинкин страны НАТО дали четко понять, членство Украины в НАТО неизбежно, и страна находится на пути вступления. Эрдоган, границы Украины неприкосновенны, Крым должен быть возвращен. Пентагон поручил смоделировать влияние глобальной ядерной войны на аграрный сектор в России и Восточной Европе. Он же выделит корпорации Рейтион миллиард 200 миллионов долларов на производство ракет средней дальности. Писториус. Германия выделит на оборону больше 75 миллиардов евро в следующем году. В Петербурге встреча БРИКС по вопросам безопасности Путин принял в Ан-И. В Пекине военный форум Сяньшань. Китай заявляет, что примет серьезные меры в случае размещения американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тайвань отрицает, что приглашает украинских военнослужащих для обмена опытом. КНДР запустило несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Южная Корея, США и Япония осудили. Израиль нанес авиаудар по школе. В Газе погибло 18 человек, в том числе 6 сотрудников ООН. Министр юстиции Израиля попросил провести расследование против Нетаньяху и Галанта, чтобы избежать выдачи ордеров на их арест от Международного уголовного суда. Генпрокурор страны запрос отклонил. Байден призывает найти ответственных за убийство американки на Западном берегу. Израиль готов выпустить из газа лидера Хамас Синвара в обмен на освобождение заложников. Президент Ирана Пизешкиан заявил, что необходимо заключить соглашение по безопасности с Ираком и отменить контроль на границах по аналогии с Шенгеном. Трамп не планирует новых дебатов с Харрис. Маск раскритиковал Свифт за поддержку Харрис. В Германии начинаются проверки мигрантов по всей границе. Польша требует вынести этот вопрос на обсуждение в Еврокомиссии. Лейбористы в Великобритании отменили зимние топливные выплаты для пенсионеров. Инфляция в США замедлилась до самого низкого за три года уровня 2,5%. Путин поручил подумать над ограничением экспорта урана, титана и никеля. По некоторым позициям Россия монополист. Между тем глава Минприроды крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Росатом и боливийская литиевая госкомпания подписали контракт на строительство заводов в Боливии. С января Южная Корея поставила в Россию автомобили на 350 миллионов евро. Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайминскому каналу. Он используется для транспортировки грузов. Министр труда Котяков кадровый голод создает конкуренцию среди работодателей и ведет к росту зарплат. Агентство Финэкспертиза. Зарплатное неравенство нарастает. Нефтяники получают в шесть раз больше, чем занятые в производстве одежды. Там зарплата 37 тысяч рублей. На вершине пирамиды, кроме сырьевиков, топ-менеджеры и консультанты, финансисты, страховщики и программисты. У всех около 200 тысяч в месяц или значительно больше. Одна из причин разрыва – дефицит кадров. А Рейтер, сообщает, Украина потеряла четверть рабочей силы. Хозяева компании все чаще нанимают женщин и подростков и вынуждены поднимать оклады. Папа Римский призвал Сингапур повысить зарплаты миллиону трудовых мигрантов. Глава Совета по правам человека Фадеев. Необходимо вернуться к всеобщему призыву. Каждый молодой человек, независимо от состояния здоровья, должен пройти через армию. Ведущие вузы увеличили набор на программы по беспилотникам. Голикова утверждает, число несчастных случаев на производстве за 10 лет сократилось в полтора раза. Тем временем в Москве двое рабочих провалились в люк с кипятком. На территории детского сада один погиб. Генпрокурор Краснов предлагает пересмотреть решение о реабилитации жертв репрессий в отношении изменников Родины, пособников нацистов и военных преступников. МВД запросило в военкоматах данные о получивших гражданство, но не вставших на учет. Каждый месяц будут проводиться проверки в учреждениях ФСИН. Володин анонсировал запрет для мигрантов привозить семьи. Минтранс упростит процедуру техосмотра для самозанятых таксистов. На Верховного муфтия Таджикистана напались мачете. У центральной мечети в Душанбе Таджикистан рекомендует своим гражданам не ездить в Россию. Русская община и Двуглавый Орел прошли маршем по Питеру в рамках крестного хода. Минздрав Россия больше не считается пьющей страной. За четыре года заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,5%. ФАС ужесточит контроль за формированием оптовых цен на хлеб, муку и масло. Спрос на люксовые автомобили растет второй месяц подряд. В августе продано 13 тысяч. В Ставрополе отменен концерт «Шамана» за 15 миллионов рублей. Жители возмутились. Тем не менее, певец сыграет князя Владимира в Кремле. Стоимость постановки 160 миллионов. 350 студентов бизнес-курсов просят отпустить коуча Шабуддинова из СИЗО. Умер ультраправый диктатор Фухимори. В бытность президентом Перу он боролся с левами с помощью эскадронов смерти и был осужден на 25 лет. Умер журналист Саванидзе. Кадыров вручил Матвиенко орден имени Кадырова. Хакеры провели кибератаку на Центр по выдаче электронных подписей «Основание» и угрожают продавать украденное. Патриарх Кирилл, если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным. Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях развития искусственного интеллекта, мы входим в эпоху апокалипсиса. Поклонская назвала неучами тех, кто критиковал ее за общение с детьми в Херсонской области. Она знакомила их с языческими рунами.